Вот мужчина, что-то со здоровьем, наверное, у вас. Не надо вставать, не надо. Садитесь. У меня здесь сердце болит, но еще боль, таблетки не помогают. У вас сейчас идет тяжелый период, связанный со здоровьем, он начался полтора год назад. У вас там в сердце спазмы сильные. Эти спазмы, они связаны с напряжением, связаны с работой. То есть у вас очень сильная концентрация внимания во время работы. Эта концентрация вызывает спазмы внутри головы. Эти спазмы рефлекторно влияют на сердце. Чтобы вылечиться, вам надо сейчас начинать ходить, медленно сначала ходить и долго очень. Как только вы научитесь ходить больше полутора часов в день, а ходить надо три раза в неделю на свежем воздухе, вы почувствуете облегчение. Если вы сможете два часа ходить три раза в неделю, вы вылечите свою болезнь. Когда вы будете два часа ходить, вам надо еще научиться неподвижно стоять хотя бы 30 минут в день. Другие дни, когда вы не ходите, так не двигаясь стоять. Можно в это время молиться или слушать лекцию, что-то делать. У вас очень гиподинамичная жизнь, и поэтому у вас сковываясь пошла в теле, вас сковывает напряжение. Вы последуйте моим советам. Последуйте, пожалуйста, потому что вы такой внутренне зажатый человек, вам очень трудно принимать решения, у вас много работы, вам некогда, вы себя сейчас уничтожаете. Если вы не будете этого делать, то через четыре месяца вам придется лечь в больницу, потому что болезнь будет дальше нарастать. Алина Геннадьевич, он сидит за компьютером. Я знаю, я можете не рассказать, я ему сам об этом сейчас вам сказал. У него такая работа, видно, да? Ну, что делать? Он же не может бросить работу. Вторая группа. Что? Говорит вторая группа по психическому состоянию. Это из-за напряжения. Вот его психическое состояние от напряжения. Это напряжение внутреннее. Это напряжение преодолевается движением. Когда человек длительно двигается, он побеждает напряжение у себя. Мы об этом сегодня будем говорить, потому что лекция для жизни в Мегаполисе. Спасибо большое. Он меня не понимает. Может, на основном? Ну, давайте вот опять мужчина хочет меня спросить еще раз. Садитесь, не надо вставать. У меня тоже небольшие проблемы со здоровьем. И я просто не знаю, какая причина связана с работой или с какими-то... А какие проблемы, скажите? Тоже, как бы, появились боли. Как бы, и... Наверное, не следует, скорее всего, на нас в психосоматике. Вы говорите про боли в ногах или... Нет, в спине, на головах. Не из живота и спина. Там сильное напряжение. В этих местах сильное напряжение. Одно отдает... То есть, боль в спине такая тупая и острая боль может в животе приняться. Это спазмы. Вот в животе спазмы. Нет, так вы знаете, как будто горит. А иногда какая-то стеснилая... Это спазмы. Горит, потому что там кислорода не хватает. Это зоны кишечника. То есть, там кишечник. Там спазмы у вас. И когда спазм отходит, проходит, начинается жар. Потому что туда идет кровь. Как будто отсидел вот место. Ну, как бы, горит это место. Ну, а как это вот произносить? То есть, от лопатки... Это связано с тем, что ваша работа связана с сильным напряжением. Вам приходится прежде всего принимать решение очень сильно сосредотачиваться. Это сосредоточение, оно скапливается. Ну, психика как бы напрягается. И это напряжение потом уходит в позвоночник. Вот в этом нижнем поясничном отделе. Это еще связано с сидячим образом в жизни тоже. Ответ такой же, как у этого человека. Тоже нужно начать ходить, а потом, может быть, даже бегать. Я сегодня об этом на лекции буду говорить. Вот. У вас... У меня ногу двигаюсь, я... Нет, 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 смотри, сейчас объясню. Если, допустим, вы делаете какое-то ускорение, это вам не поможет. Очищение психики происходит в результате длительного, непрерывного, монотонного движения, которое должно непрерывно и монотонно проходить в течение... Если вы идете пару-полутора часов, а если вы бежите, то вам хватит, чтобы вот это напряжение снять 50 минут. Но если вы, допустим, пробежали 10 минут, остановились, а потом еще 10 пробежали, этого не произойдет. То есть, если вы... Да, просто вы тренируете тело. У вас хорошо, как натренировано тело. А есть еще такое понятие психика. И психика у вас очень напряжена. Это уже дает нарушение сна в первой половине ночи, поэтому вы поздно ложитесь спать, засыпать вам тяжело. Это результат уже того, что психика перенапряжена. И снимать напряжение психики нужно длительным, монотонным движением. И также параллельно статическими упражнениями. То есть, допустим, встал, неподвижно стоишь. Я буду на лекции об этом рассказывать. Спасибо. Спасибо вам, что пришли на лекцию. Спасибо.